Привет всем! Я расскажу про строительные блоки и немного про анатомию того, как собственно некоторые именно те продукты, которые тут очень горячо обсуждались, что происходит внутри и вот это у нас будет пять основных пунктов, которые я хотел по ним пройтись, примеры вот этих оракулов и что собственно как они работают внутри того же, например, MakerDAO, который вот, а как там открывается, что-то закрывается и покажу как они эволюционируют и какие есть проблемы, которые существуют у создателей проектов таких как Maker, Compound, Uniswap и те, кто использует крипто примитивы в области DeFi и какие собственно риски существуют и примеры, например, хака, который случился вот недавно и вот какие риски есть и расскажу про строительные блоки, над которыми работает команда Chainlink и и вам покажу пример, как можно получить hands-on опыт в этой области. Значит, итак, MakerDAO, это юс кейс, про который вы смотрели, да, механика, собственно, немножко более детальная, она вот здесь расположена. Я не буду уходить там в детали, как оно работает, а сфокусируюсь на одной на одном компоненте, который, в принципе, инейблит всю систему и позволяет, собственно, рассчитать, когда вас, сколько, сколько, как много можно вам позволить получить китаев на ваш депозит эфира. В дальнейшем это будут различные другие токены и в ближайшие 6-9 месяцев уже будут другие активы из реального мира. Я работаю на парочку таких проектов и, собственно, первый вопрос, такой основной, это зачем вообще они нужны? Из-за того, что смарт-контракты не могут во внешний мир звонить, делать API calls, то необходимо, соответственно, им предоставлять данные. Какая цена эфира, когда нужно кого-то ликвидировать. И вот когда вы открываете Colorful Debt Position, вот этот CDP в мейкере, то вы можете увидеть, что вот здесь есть несколько мест, где, собственно, оракулы работают в этих местах. Вот цена на этот актив, который вы закладываете, будь то эфир, будь то какой-то другой токен или это может быть дом даже, да, он сюда должен поступить извне по какому-то источнику, который должен быть надёртым. В дальнейшем мы обсудим, почему и какие есть риски. Соответственно, он рассчитывает вот из-за этой цены, она вот здесь 177 точно такая же, как и здесь, да. Если я хочу одолжить, положить 0,01 эфира и одолжить 2,5, да, он мне говорит, при таком раскладе дел, вот будет цена, если как только 125 долларов за эфир вот здесь появится, да, то тогда вы будете ликвидированы и вот этот кипер отдаст ваш долг, положит туда да и получит этот эфир и он получит его с дискаунтом и сразу его продаст. Вот этот дискаунт для него 13%, собственно, таким образом происходит ликвидация. Вот если посмотреть на то, что какой результат работы оракулов, это вот эти прайс-фиды, они позволяют выдавать эти лоны, рассчитывать, а сколько же ты можешь взять под залог такого-то актива какой-то другой, да, одолжить, будь то да и будь то ещё что-либо. И вот, пример, за последний месяц на 100 миллионов было выдано этих кредитов по разным протоколам, да, которые действуют и тут и в разных активах. Благодаря оракулам, собственно, эти все кредиты были выданы, цена была на них рассчитана, да, и абсолютно все из этих проектов используют, большинство из них имеют ликвидацию. Такие процессы одинаковые, будь то это как Repo Market, Money Market или тот же Market. Это вот Loan issuance Regenation в августе и можно увидеть, что, в принципе, количество кредитов, которые находятся в открытом состоянии, оно растёт. Это вот, когда у нас был DeFi Москва первый метап, было 127 миллионов, сейчас уже стало 142. И к оракулам, чем больше активов вовлечено, тем больше, как бы, есть incentives, атаковать эти системы, которые являются permissionless, с разных векторов, в том числе через оракул. И второй use case, это вот, как бы, оценить, сколько вам дать, да, максимум. Это вот первый. А второй use case в этой же системе, это, а когда же вас ликвидировать. Так вот, вот это 125 долларов, как только эта цена будет этими оракулами сообщена, там их в мейкере 14, потом покажу, как система эволюционирует. И вот из-за того, что за репортером оракул, будет либо ликвидация произойдёт, либо не будет ликвидации, да. Соответственно, вот пример, как это, как оракулы работают для того, чтобы происходили ликвидации. Системы были стабильной, и была безопасность для всех участников процесса. Анатомия и примеры оракулов в системе мейкере. Вот эта цена, которая даёт price feed эфира на доллар, она находится по этому адресу, и она на данный момент генерируется 14 различными анонимными actors, которые, собственно, оперируют какой-то, например, сервер на Амазоне, да, и сообщают, каждый имеет свой контракт. А система, которая называется medianizer, она собирает все 14 и даёт средний. Вот это средний, вот это 178, она как раз это средний, то, что 14. Зачем 14? Потому что, если бы был там один или два или три, они бы легко могли бы манипулировать рынком или вообще привести систему к остановке. Вторая версия оракулов, система оракулов в мейкере, она переходит с анонимных оракулов на те, которые именно известные проекты, которым есть чего терять. Почему были оракулы изначально сделаны анонимными? Это для того, чтобы защитить этих оракулов, их людей, которые ими оперируют, от того, чтобы им кто-то там ворвался в дом, да, или поймали их на улице и под угрозой, там, мы тебе сейчас колено сломаем, да, заставить их зарепортить цену, которая нужна атакующим. Переход к оракулам, когда за ними стоят известные какие-то организации, с одной стороны это контролитивно, но с другой стороны с точки зрения теории игр и вообще безопасности инфраструктуры, во-первых, у этих компаний есть что терять, да, репутация, и, соответственно, они не хотели бы ее потерять, чтобы там заработать что-то. Во-вторых, их достаточно много будет, да, и, в-третьих, секьюрность индивидуальных организаций и их секьюрити больше, он гораздо более сильнее, надежнее, нежели чем безопасность, которую может обеспечить один индивидуальный человек, поэтому сломать человека легче, чем большую организацию. Теперь, как бы, про то, какие вообще риски есть, и насколько надежность оракулов важна, и насколько это, скажем, фундаментальная проблема, которая есть для того, чтобы, дезинфицировав финансы, развивались и туда приходили активы из реального мира. Приведу пример, например, а что, если бы атакующий, на самом деле, взял и попробовал там изменить цену, да, что вообще можно из этого, как можно на этом заработать с увеличением количества денег в этих системах, насколько это становится большой проблемой. На самом деле, такое буквально недавно случилось, и один из проектов в области DeFi, Synthetix, они были атакованы через оракулы, и 37 миллионов синтетических эфиров, они, собственно, были утеряны в результате того, что цена на юань, по-моему, была очень сильно там, в разы, по-моему, очень сильно там либо занижена, либо завышена, я уже не помню, но в итоге эта атака, она, вот тут есть детали, она показала, насколько важно для проектов стратегически подумать о том, каким образом себя можно защитить, и привела к ситуации, к тому, что многие из DeFi-проектов начали понимать, что тот подход, который применял Synthetix, а именно, хорошо, нам нужен оракул, давайте сделали, запустили. К сожалению, когда речь идет про какие-то уже более серьезные деньги, чем там десятки, сотни тысяч долларов, то это, соответственно, привлекает атакующих, и многим стало понятно, что это то, что мы в Chainlink видели, но не могли никак легко и просто объяснить, это то, что Roland и Roland делают своего оракула, это очень неблагодарная задача, очень часто это тяжело. В итоге, как бы, это провалидировало наш long-term roadmap для того, чтобы предоставить как бы статистики, компрехенции в такой пакет и фреймворк по созданию оракул для разных приложений, в том числе для децентрализованных финансов. Vision Chainlink это предоставить разработчикам и операторам DeFi экосистем строительные блоки, которые бы они могли использовать для того, чтобы построить систему оракулов с таким уровнем безопасности, которое соответствует их требованиям на сегодняшний день. У кого-то это небольшая нужно, уровень секьюрции, ну а понятное дело секьюрность датафидов и оракулов, она, конечно, все зависит от того, какие дизайн решения были, принимались, она стоит гораздо больше, потому что оракулов нужно инициативизировать, да, то есть необязательно нужно очень-очень секьюрную систему сразу в первый день, да, можно великолепно справиться с простой системой, когда нет, в зависимости от риска, собственно, подходить. И в мае был запущен на Майнете сеть и последние четыре месяца были выпущены как самой команда Hlink, так и экосистемы, которые разрабатывают инфраструктуру в этой области, там появились первые нод-операторы, которые оперируют этих оракулов независимые, да, появились разработчики, которые строят интеграции, собственно, сами оракулов для такого-то актива, для такого-то актива. Вот пример market.link, это такой marketplace, paniccom.market, это еще один пример, и мы видим, что начинает появляться экосистема строительных блоков, которые разработчики могут выбирать из них и компоновать свою, свою систему ракову, не строя абсолютно с нуля все и пытаясь воссоздать то, что, в принципе, я смогу показать там пять уровней доверия, которые имеют подходы, которые шаг за шагом чайник-команды имплементируют, и один из самых первых подходов, самый простой, это децентрализация оракулов, это, собственно, чтобы был их там не один, а несколько, например, maker 14, да, и второй способ, это байдинг, второй approach, это binding commitments, это депозит, который раков должен положить куда-то, и который они рискуют потерять, если они либо обманут, либо произведут какую-то критическую ошибку. третье approach, это иметь какие-то способы эмпирическим путем доказать надежность этих характеров, четвертый и пятый, это четвертый, это использовать hardware security modules, модулы, такие как Intel SGX или ARM Trust Zone, и производить компьютер внутри, и децентрализировать комьюнити, иметь систему различных игроков, которые, как бы, в совокупности гораздо сложнее подкупить, атаковать и так далее. Я очень быстро только затрону первые три, информация про последние, она есть, я немного затронул пятый, и покажу. Значит, скажу про децентрализацию, как один из, про первый approach, самый простой способ сделать систему ракулов более безопасной, повысить security posture, это решить проблему single point of failure, когда, если у нас есть один ракул, соответственно, что с ним случится, либо цена пропадет, либо цена будет неправильная, деньги украдут и так далее. Простой способ это увеличить количество оракулов, нодов, как вот делал в первой версии и во второй MakerDAO, и сделать несколько ораков подряд, чтобы они были независимыми и давали данные независимо друг от друга, и использовать сравнение цены, среднюю, соответственно, и использовать. Второй approach с той же категории – это децентрализация источника данных. Можно, чтобы не просто было 3, 5, 10, 14, а можно еще использовать 3, 5, 10 источников данных, потому что, если они все берут данные из одного места, это становится центральным point of failure, например, цена. То есть можно брать цену, например, из разных источников, и вот пример полностью децентрализованного оракулов для деривативов. Они сейчас, вот, все эти ораковы, они и есть на Майнете, их можно использовать, вот, вместо использования одного и нескольких ораков, можно использовать 3 источника данных, и, соответственно, такой, шоу понадобится сделать успешную атаку на, как минимум, два из них, для того, чтобы повлиять на то, как получают сервис конечные потребители этих ораков. Binding commitments – это второй approach, это там, это ситуация, когда те node-операторы, которые оперируют оракулами, они кладут депозит, бонд, и по правилам определенного протокола, они этот бонд потеряют. В случае, если они себя поведут не согласно там, либо остановят работу оракула, либо зарепортят неправильно цену, вот эта часть бондинга, в данный момент команда работает над его имплементацией, там, на самом деле, такая очень нетривиальная задача, если есть детали, оказывается, что там очень много всяких качеств, и все вот эти методы, часть 5 уровней траста – это шаг за шагом, имплементация их идет, идет адаптация конечными пользователями. Собственно, вот третья модель – это Web of Trust, если у нас, например, один и тот же оракул используются различными приложениями, и, соответственно, можно сделать Proofs, когда, например, Sybil Resistance увеличивается в результате вот этого процесса, когда мы начинаем смотреть и собирать эмпирические данные о том, кто использует их, когда, в каком масштабе, и в совокупности с разными источниками данных это позволяет создать еще очень интересный констракт, и повысить надежность и уровень доверия к вашим оракулам. Наверное, одну рекомендацию я сделаю – это не начинать сразу там со сложных имплементаций, а применять один или два способа из этих фреймворков, ну и, к тому же, не все они еще доступны и легко удовлетворены для имплементации. Для тех из вас, кто является разработчиками, на прошлом, после прошлого митапа номер один с одним из участников, Никитой, у нас пришла идея провести воркшоп, на котором мы могли бы построить, с теми участниками воркшопа, построить настоящего оракула для какого-то из юскейцев. Ранее сегодня я в чате с другими докладчиками спросил, а есть ли интерес к каким-то новым оракулам, и получил интересные несколько ответов. Вот, собственно, то, что ребята сказали, что было бы очень интересно применить оракулы для прайсфида из рубля в доллар и из доллара в гривну. Где потенциальными роли адаптерами этого оракула могут быть XDAI Network и Ezerion. А второе пожелание вышло и включало прайсфид USDC в DAI, и еще USD по сравнению с акциями Сбербанка, Газпрома, Яндекс и Материнга. Как я полагаю, есть идея Ezerion сделать доступ к покупке синтетических версий акций этих компаний, и использовать их в DeFi экосистеме. Если вам интересно получить хендзон опыт, то по ссылочке можно зарегистрироваться, и мы планируем провести, возможно, два онлайн hangout сессии, и сделать третью уже приличную встречу. Возможно, мы пройдем третий наш метап 7 ноября. Вот за днем 7 ноября мы можем забраться и зарелизить то, что мы построим, например, за октябрь. Что мы будем строить? Это мы построим оракула, который будет один из этого списка, или, может быть, у кого будут предложения и другие идеи. Критерий успеха – это чтобы он работал, как минимум мы его на тестнет должны опубликовать, может быть, на MyNet, и желательно такой построить, который был бы использован, и мы могли поставить галочку, что да, это мы умеем делать, и оно используется, и не пропало даром. А напоследок хотел вам рассказать, что мы команда Chainlink рассматриваем Москву, как один из стратегических хабов в мире, где можно построить, на наш взгляд, хорошую часть команды. И если кому-то из вас интересен мир DeFi, мир оракулов и инфраструктура, которая будет использоваться и уже используется многими лидирующими протоколами, то у нас есть две позиции, на которых я ищу те, кто мог бы было интересно. Это интеграционный инженер строить оракулы, а ресерч инженер – это исследовать, например, Балькадот, Космос, например, и имплементировать бриджи новые, которые позволяли бы сделать оракулы, например, существующие, чтобы они могли быть доступны тем разработчикам, проектам, которые работают на Космос, на Балькадот. Если вам интересно, регистрируйтесь на воркшопы и там мы с вами встретимся. Вот, собственно, спасибо. Какие у вас есть вопросы, готов ответить. Скажите, а что из себя вообще представляет Chainlink, как вот продукт нода, что у вас, блокчейн или что у вас? Да, это ноды, которые оперируются нод-операторами. Они создают эту ноду, например, вот там есть какой-то оракул, и вот этот нод-оператор, он ранит, например, API, который берет, коннектирует, например, к API какого-то экченжа, или там, если нам нужно на рубль сделать оракулы, то это будет какой-то источник из реального мира, который используется. И нод-операторы, собственно, предоставляют вот эту и ранит-оперирует инфраструктуру. Потребители — это контракты, которые могут получать прайс-фид от тех контрактов, которые, собственно, являются он-чейн-репрезентацией той работы, которую делает нод-оператор. И еще есть разработчики, как бы, есть независимые разработчики интеграции вот этих самих оракулов. Вот это основные игроки, которые в сети, которые из себя представляют сеть членников. То есть что делает оператор? Он сначала пишет код, который входит в API и получает вот этот результат, который нужно предоставить? Нод-оператор может даже абсолютно не писать новый оракул. Он всего лишь предоставляет инфраструктуру, на которой ранится, например, Docker Container, или будет Intel SGX оперировать инфраструктуру, которая будет иметь Intel SGX CPU. Они могут не разрабатывать свои оракулы, они могут просто ранить те, которые уже есть и которым нужны независимые нод-операторы. А где тут Chainlink? Chainlink – это организация, которая разрабатывает, предоставляет клиентский софтвер, создает комьюнити и фасилитирует создание как рудмапа, так и самого софтвера, так и проектизирует, например, какие-то интеграции, кому они нужны. Быстрее, кто будет его использовать или нет. Вот, в принципе, от организаций, как и многих централизированных проектов, если она исчезнет, то, в принципе, сеть не пропадет, и наверняка кто-то будет ее использовать и ранить. А в чем сеть? То есть вот есть нода… Это сеть, состоящая компонент, который off-chain, сервера, и компоненты on-chain, это смарт-контракты, которые, например, делают метеринг, сколько куту, какой я использовал, потому что инсентив есть для всех игроков. Для кого-то использовать оракулы, а для кого-то их поставлять, зарабатывать на картине. То есть вы поверх эфира работаете? Поверх эфира работаете? Да. То есть своего леджера нет. Это не криптокоменсии, это инфраструктура для оракулов. Как это будет по-русски? Какой резон оракулам заходить к вам? Вы сейчас с них стейк хотите какую-то брать, и потом еще не вернете? Ну, это сеть то же самое. Какой резон там продавать на какой-нибудь там eBay? Какая-то бизнес-модель есть для оракулов? Да. Какая оракула? В смысле какая? Для тех, кто разрабатывал оракул, он может поставить цену на этот оракул. А для тех, кто из операторов, они могут поставить цену за его использование. Ну, а потребители платят за, ну, если нужен прайс-фит, выштурманный был надежным, то есть плати, какие-то... Ну, в смысле чей-лим делать, потому что я слабо представляю, как со смарт-контракта забрать, в общем-то, деньги за использование. Нужно такой, либо там, сбросок ограничивать, либо его там, может быть личный свой контракт, оракул. Ну, например, если потребитель контракт, например, может читать какие-то там агрегаты данные, да, то, например, по запросу получать real time на что-то, это доступно, например, либо там, когда ты заплатил за этот сервис. ты должен сам в смарт-контакте смотреть, чтобы он как-то там чарджил своего потребителя. А тогда, вы зачем? Ну, как бы, если нужен софтор, который позволяет юзерам получать вот этот сто процентов, то есть чей-лим не берет какой-то процент от оплаты, да. это вот особенность многих децентрализированных сетей, это то, что они non-rent-seeking, да. Если заплатил за использование аракула кто-то эту цену, значит, эти все полностью деньги пошли, они не не оказываются как-то в чей-линке, это обычный механизм, как работают децентрализированные сети. А разработчики чей-линк тогда как зарабатывают? во-первых, я хотел спросить. Роли линк-токена в данный момент это medium of change of payment, да, сейчас платежи производятся в линке, цена на этот оракул его там периодически обновляют, чтобы оно там сильно не прыгало, не было волатильности, но эволюция роли линк-токена она идет постепенно к governance токену, например, такие вещи, как делать стейкинг, бунт, создавать, да, и в конце концов децентрализация governance, например, есть две таких роли, которые мы рассмотрим. Один это три первое это инцентивизация супла и деманда те, кто создали успешные оракулы, которые, например, есть мод оператор, есть создатель, интеграция, создатель вот этого оракула, те, которые произвели оракулы, которые будут пользоваться, им будут начисляться линги, в добавлении к transaction fees, точно так же как блок в эфире. Вторая функция это механизм и внутренняя currency для обеспечения bonding для стейкинга, который ты потеряешь этот заработок свой, и нужно определенное количество сделать дейк, третий это участие в мейкере, например. И есть еще функции, которые, ну, на данный момент нет цели имплементировать все сразу, и сейчас цель стоит сделать сеть, которая используется. Так с чего вы зарабатываете? Да, да, последний вопрос, а с чего вы зарабатываете? Нет, молодой человек здесь давно уже задает вопрос, давайте его послушаем, у нас потом будет с вами время, после 5 часов. Спасибо большое. Скажите, если мы научились синтезировать доллар через вот эту систему параголов, которая, если что, продает вот эти залоговые эфиры, или что-либо там не было, то, получается, транситивно мы можем синтезировать вообще все, что хочешь. А как ты синтезирует то, что нельзя будет синтезировать, например, недвижимость, или банды, или что-то еще, где традиционные медленные финансовые игроки? Да, хороший вопрос, ответ следующий. На данный момент есть state-of-the-art механизмы, которые позволят это делать. Он стоит из сета из двух аукционов. анчейн аукцион и отчейн аукцион. Анчейн аукцион это... отчейн аукцион. ... ... Продолжение следует...